Welcome, welcome, welcome! 34 минуты, Карл! 34 минуты они устанавливали Windows Капап на компьютеры, чтобы можно было наконец-то установить Лигу Легенд и начать играть! Ну что же у нас начинается? То, за что вы голосовали. Красное ущелье. В Красном ущелье у нас присутствует... Ну давайте немножко интерактива, а информации. В Красном ущелье у нас получается что? Три региона. Корея. Южная Корея, конечно же. Давайте. Регион Китая. Четыре команды. И регион ЛМС, который типа Тайвань. И в нем тоже, соответственно, есть команды. Четыре штуки. СКТ Телеком, КТ Ростер, Самсунг. Эти команды, понятно почему здесь. Они топ-3 своего региона. Топ-3 сохранили в этом сплите. А дальше можно сказать Wildcard MVP. Тим MVP. Они заняли четвертое место в прошлом сплите. В этом сплите они идут на дне. Это будет слабое звено Кореи, которое может терять очки. По ЛМС региону все четыре команды являются топ-4 командами своего региона. У них все нормально. Флэш Вольфы. Ашки. И Аэшки Уэй Спортс Клаб. Они даже такое длинное название в этом сезоне себе сделали. Джей Тим. Старейшая команда, никогда не попадающая на чемпионаты мира, но постоянно тусившая там в топ-3, в топ-4 своего региона. Но этого не хватало, потому что у региона было два слота. В этом сплите будет у них три слота. И мачи. Не знаю, кто такие. Ну, мачи, мачи. Посмотрим на них. Новенькие ребята. Китай. Здесь все гораздо проще. Все эти команды мы знаем. Team World Elite, Royal Never Give Up, Edward Gaming, OMG. Каждая команда в разные сплиты становилась чемпионами Китая. На данный момент здесь явный ярко выраженный лидер Team World Elite. Мы их с вами видели на MSI. Остальные команды подъехали, так сказать. Ну, здесь есть имена по игрокам, но, насколько я понял, они все молодые. Там идет перестройка, такое движение. Команды в основном ищут чаликов из китайского, извините, Ладера и забирают себе игроков. Ну, кстати, вот, например, если от Эдвард Гейминга взять, они и в Корее достали двух себе корейцев. Ну, в World Elite мы про это знали сами, что у них тоже корейцы в команде находятся. По сути, получается, что это молодой коллектив. И как же происходит структура турнира? Структура очень простая. Все корейские команды будут играть с LMS и китайцами. И так у нас будет, если я правильно понимаю, два раза. Раундробин. То есть на синей стороне, на красной стороне Best of One. В день у нас проходит по шесть игр. Будет четыре дня, если я правильно понял. Соответственно, при наборе очков появляется явный лидер. Не регион, ребята, а явный лидер. Команда. И эта команда будет ждать в финале две другие команды. Лидер региона LMS, допустим. Ну, если корейцы займут первое место, скорее всего, СКТшники всех победят. Они будут ждать вот там. Но мы это посмотрим. Регион все равно может проиграть. Регион может проиграть. Потому что там как будет, смотрите. Будет, например, лидер СКТ в своем регионе. Но их регион проиграет суммарно по очкам. Китаю и LMS, допустим. Они тогда занимают третье место. И им придется играть сначала полуфинал. А в финале будет уже какой-то ждать региончик. Кстати говоря, один регион уже прошел. Почти полностью. Purple Rift. Purple Rift. Здесь у нас встречались Австралия и Океания. Японцы. И Вьетнам. Он называется Юго-Восточная Азия. Но на самом деле это вьетнамский регион. И вот что интересно. По групповой стадии вьетнамский регион занял последнее место. Последнее место, ребят. 1.5. Но так как здесь система была, как я ее называл, NGL или WC3L, где каждая команда является членом твоего коллектива, то полуфинал проходил по системе Last Man Standing, так называемого. Получается, вы выставляете свою команду против их команды. И царь горы. Пока одна команда не выбьет три ваших команды, вы не победите. И Гигабит Маринцы справились с этой задачей. Сначала команда Греха, Син Гейминг, победила обе команды из Вьетнама. Победили они Минецкий и Ассэшн Гейминг. 1.0. 1.0. Видите. А дальше просто Гигабит Маринцы вышли и раскатали три команды подряд. Финал у них сегодня будет. Финал будет параллельно. В 11 часов они начнут. Точнее, в 11 часов. Через час начнут. Мы его смотреть не будем, но результат я обязательно посмотрю. И судя по тому, как прошел вот этот Last Man Standing, не удивлюсь, что здесь в финале пройдет все точно так же. Хотя, как раз таки у японцев команда Rampage одержала победу над Гигабит Маринцами на этом турнире уже. И, возможно, какая-нибудь из команд японских сможет одержать победу над Гигабит Маринцами. Ну, а Сэшн Гейминг и Минески, видите, они на этом турнире пока еще ни одной карты не выиграли. Но посмотрим, какой здесь будет регион сильнейший. Какая лучше структура такая европейско-американская или то, что мы сейчас будем с вами смотреть, не знаю. Пропустили мы с вами банны пики, но я хотел просто подробнее вам рассказать про другие регионы. Ну, а мы возвращаемся в игру и сейчас посмотрим, что напикали ребята. Баны мы с вами не увидели. Какая ужасная картинка, боже мой. Да здравствует 360 качество. Ребята, вы не поверите, я смотрю на Source качестве, то есть, как бы, выше поставить здесь нельзя. Вот оно, видите, 760 Source. Вот такие компьютеры у нас в Корее. О, извините, в Китае. В Корее как раз все нормально. Так что возвращаемся мы, ребят, в наш 2011-2012 года. Лига Легенд стала крашена на качестве 720. Гляди. Показывают нам мастерки, кто какие взял. Здесь все по стандарту. Не на что даже обращать внимание ваше. Хотя вот, Рексайка без Колососа, можно на это обратить внимание. Никаких Штурмрайдеров на Ариане. Стандартный Тандерлорд. Никаких Корки с Тандерлордом. Теперь все играют его в Варлорд. Ну, а мы давайте оценим у сетапы. Мыльненько как-то, да. На Ютубе все норм с картинкой, говорят. Серьезно? Слушай, если на Ютубе действительно все норм с картинкой... Что? Так вот. Что за херня? Окей. Если на Ютубе все норм с картинкой, то мне осталось только понять, где мне это смотреть. На Ред Рифт. На Ред Рифт. Лол Е Спортс. Ну, давайте с Лол Е Спортс, только это на Латинскую Америку, походу, зайду. Сейчас, ребят, мне просто сказали, что на Ютубе будет хорошее качество. Если нас не обманули, я бы с удовольствием посмотрел в хорошем качестве. И где тут хорошее качество? Такое же самое. Вот, такое же самое. Вот я им фуллскрином показываю. Обманули, короче, нас, ребят. Все то же самое. Извините, что отвлекся. Отключили Ютуб. Да, да, да. Ну, бывает, иногда опера не соображает через эти быстрые ссылки, которые у тебя поставлены, куда переходить. Такая же, такая же. Ничего не поменялось. Дело в том, что просто, ну... Китай, наверное, из-за этого-то я не особо любил смотреть. Ну, ладно, давайте смотреть. JT против SSG. SSG это Samsung Galaxy. Про них я много чего могу рассказать. Про команду JT могу рассказать только одно. Беби я знаю. Это Адекери. Серьезно, ребят. Беби, это Адекери и не спорьте. Тяжело будет вам сейчас слушать меня, потому что реально здесь много будет просто стандартных комментариев, а аналитики будет маловато. Ну, могу только по чемпионам пробежаться. Пока что Ренектон у нас на топе от Морнинга. Морнинга нам тут расхваливали английские комментаторы, сказали, что у него классная статистика. В своем регионе чемпион среди ложков, ну, типа того. Но QV показатели его статистики были не хуже, чем у Морнинга. А учитывая, что QV играет на топе против лучших корейцев, как мне кажется, это гораздо круче. Дальше у нас получается Элиза от Алекса. А я же говорил, Алекс будет, а вы говорите, не будет Алексича. Вот и Алекс. Элиза у нас от Алекса. И Амбишн, он здесь в Валкире сразу же идет от Фофа. Фофа намекает, чтобы я про него что-нибудь сказал. Он играет у нас на каркаче. Элиза прописывает, как он цепляет Амбишн, и можно его убивать. Элиза не будет за ним дальше прыгать. Сняли они с Амбишна Флэш. Не очень удачный, мне кажется, сейчас Амбишн сыграл. Он не совсем вообще, мне кажется, понял, что он хочет добиться. Хочет ли он просто похарасить Фофу, либо он хочет в него ворваться. Сетап у Самсунгов неплохой. Сетап Самсунгов крутится вокруг двух чемпионов. Это Рамбл Ариана, где добивалкой будет работать у нас Варус. И главное, куча всяких стяжек. То есть, получается, стяжка Арианы, подкидывание от Рик Сайки, Рамбл, который дает ульту с замедлением. Варус очень легко будет попадать в свою ульту, и хрен кто куда разбежится. И теоретически, их сетап в лейтгейме тоже может работать. Да, у них нет ярко выраженных лейтгейм чемпионов. Это сразу можете заметить. Какая-нибудь Фиора на топе могла бы поломать весь их сетап, но команда JT не сделала ничего такого, не пикнула себе никаких Камил, никаких Фиор. И у Самсунгов однозначно здесь сильнее сетап, причем во всех стадиях. Но есть пауэрспайки. Ого, у нас тут кто-то цветности добавил. Это знаете, как на старом телевизоре, где идет рябь такая в экране, и ты такой думаешь, идет рябь, качество картинки не HD явно, а там 360, и про себя думаешь, ну как бы это исправить. Ну, давайте немножко яркости добавлю. Да, яркость помогает, конечно же, от этого качество картинки улучшается. Но нет, ребят, это не помогает. Изначально просто вам надо было стрим запускать на 1080. Почему такое качество плохое? Потому что Китай. Потому что оно. Ну, там теоретически есть еще альтернативный стрим, но давайте эту игру здесь достримим. А вот следующую игру перейдем с английского. Потока на... Как он называется? Напрямую на китайцев. Но мне нужен Daydreamer, да, или DiamondMech, или Daydreamer. Там на Азубу, теоретически на Азубу, качество будет идеальное. Мы просто сейчас с вами же смотрим Restream, тоже уже Restream, а они поток запустили в 720. Но если зайти на Азубу, я так понимаю, там будет все хорошо. Хотя не факт. Ну, скорее всего, должно быть все хорошо. Но это в перерыве, поищем, сейчас я рыскать не буду. Ну, кому интересно, можете зайти на Азубу. ТВ это такой же стримерский портал, как и Twitch. И посмотреть, есть ли там и какая там картинка. Даже 720 не пахнет. Ну, да, да, есть такое. Так вот, я ставлю здесь за Самсунгами полностью их сетап. Я вот про Power Spikes забыл сказать. Команда GT, точнее, не забыл, а начал говорить. В этот момент на миде началась битва. А Азубу нет, они с хитбоксом объединились. Ну, мне не имеет значения, но вы поняли. Я имею в виду, что именно надо на китайский стрим зайти. Тут какая-то странная война. Морнинг не совсем какой-то адекватный сделал лол-ин в Рамбл. А Рамбл в этот момент взял и ультанул сам на себя. Вместо того, чтобы ультануть на Морнинг. Он думал, что тут по нему ешница, типа, вперед. И проскочит его ковролин. Ну, ты же мог по центру его кинуть и стоять в нем. Зачем его кидать вообще в другую сторону? Странный немножко сейчас ход был. Китайские стримы разве не мертвые? Их же два инвалидов. О-о-о-о! Вообще-то китайские стримы самые популярные, если ты не в курсе. Китайские стримы смотрят огромное количество людей. Я не смогу сейчас числа назвать. Но, например, того же самого Фейкера и других человеков смотрели там по полмиллиона людей разом. Нашел норм качества. Вличку мне скинь тогда. Вличку. Не в это, а вличку. Скинешь. Ну, мы после этой игры туда пойдем. Сейчас уже не будем прыгать, скакать. А то мы так и эту игру не посмотрим. Пауэр Спайки. Тринити Форс получается. Боттерк с Хурриканом. Это про Калисто. Браун там до Локета, когда дойдет. Элиза портабелт Хекстейдж с маской. И Морнинг получается с Блэк Клевером. Ловят здесь с флэша бедного. Блэк Кёва. И Ферстблат уходит за командой Джей Ти. Я даже не знаю, за кого, честно, болеть здесь. Мне регион ЛМС всегда импонировал. Гораздо больше, чем китайский регион. Потому что они любят играть неординарные стратегии. Но вот в этом именно матче мы пока видим с вами довольно стандартный сетап. Более такой европейский получается. Скорки на меде. С выходом вашего адекери. Молодешник у нас закерит нас. Нам нужно просто танка и ютилити брать в лес. И какое-то подобие контрпика на топе. Чтобы топпер не мог оппонентов нас разорвать. Ну что ж, ФБ на девятой минуте сделали на Кюве. Кюве был с флэшом, но Морнинг сделал в него флэш-стан. Тут же Алекс прожал флэш-стан. Свой уже флэш-какун. И все. А как тут личку написать? Правой клавишей нажимаешь, и там виспер будет. Или шептун. Не знаю, русская версия тебе отвечает или нет. Вот, в личку сможешь написать сообщение. Чего? Там какое-то странное сообщение от Экофиза было. Экофиз вроде была адеквашкой, а тут какое-то странное сообщение. Видимо, оно не меня касалось. 1-0! Я, честно, не знаю, на что даже сейчас здесь обращать внимание. Команда Самсунги в своем регионе обладает очень хорошим Варусом. На Варусе Руллер играет постоянно. У него 8 уже побед, 2 поражения на этом чемпионе. Но оно как бы связано с тем, что просто команда Самсунг занимает второе место в регионе. Они из 10 игр выиграли 8, проиграв один раз с КТ Ростерсом. И один раз, сейчас скажу, кому. Дженейровцам это на прошлой неделе. Они проиграли Дженейровцам как раз вот перед этим чемпионатом. Совсем неудачно. И если бы они победили Дженейровцев, или, не дай бог, для команды КТ Ростерс, они бы их победили, то они бы сейчас были топ-1, не проиграв никому. По факту, можно даже сказать, что Самсунги это топ-1 команда сейчас Кореи. Потому что Самсунги-то как раз таки СКТшников одолели в своей очной встрече. Но Дженейровцы дали бой. У нас Ириан дает ульту. Фофа отфлэшивается, дает ракету, но промахивается своей ракетой также. Сейчас будет здесь какая-то попытка Tower Dive от Ambition. Он немножко перемудрил. Его ждал здесь Алекс. Даже там вардов, по-моему, не было поставлено. Просто Алекс догадался, амбишно проверяет просветочкой, а стоит ли там варды. Действительно, их там нет. Стоп, это Корки с телепортом. Я вот на это только не обратил вашего внимания. Действительно, это Корки с телепортом. И у Корки, у которого 130 фарма на 12-й минуте. Слушайте, а не посос ли гейминг будет это впереди? Ведь Power Spike теперь у Коркача будет гораздо быстрее, чем должен был. И у Самсунгов в ответ Ариана, конечно же, заскейлится. Но пока нет, у нас пошла инициация. Браум не попадает подкидыванием. Ну, потому что рулера проглатывает Корджей Джей. Который, по сути, тоже играет на своем одном из мейн-чемпионов. Корджей Джей обожает Браума, обожает Тамкенча. Постоянно на них гоняет. Ну, в свое время он еще Зайру играл. Но Зайра нынешняя очень слаба. Включить то, что я смотрю... Ну, скинул... Я же сказал, после этой игры. Первую игру мы отстримим так, ребята, а вторую тогда посмотрим, что-то там за поток нам скинул. Не будем сейчас просто бегать. У нас Мординг здесь разменивается с Кьювом. Но Кьюв должен выигрывать этот размен. Да, Мординг вынужден был нажать ульту. Иначе бы Кьюв просто его сжег православным огнем. Хотя здесь не православный как раз-таки огонь идет. Как зовут у нас Браума? Браума зовут Джей. Тут тяжело даже читать. Джей и Молчаливый Боб на бутлейне. Только там Молчаливый Бебе на бутлейне. И команда Самсунг организовывает ротацию. Ротацию как раз очень такую корейскую. Они же ее и придумали. Врыв идет и минус Рамбл, который не успевает даже ультануть. Амбишн прилетает сюда Скорджа Джейм. Алекса они ловят. Ульта. Алекса Эйка зарабатывает себе килл. Это килл в килл. Но это невыгодно для команды Самсунгов произошло. Потому что они потеряли Рамбла. И Рамбл им был нужен. Чтобы... А нет, Мординг ушел, кстати говоря. Мне хочется сказать, чтобы сделать здесь тавердев. Но учитывая, что саппорт Браум не смещался на топ-лейн. А остался снизу в вышку. Быстрее Самсунги все равно сломают. То есть они ротацию провели все равно в плюс. Да, по килламу закончилось один в один. Но так или иначе, для них суммарно все закончилось отлично. Синий баф тут у нас краун в соло забирает. Его ловит. Фофа. Это минус краун. Ему уже никак не убежать. Фофа. Красавчик. Прочитал он эту ситуацию. Понял, что Ариана не могла так просто уйти куда-либо. Она ушла явно на синий баф. Пошли ее вылавливать. Синий баф себе зарабатывает. И вместе килл с этим зарабатывает. Каркач. И, кстати, корки можете пересчет тир-1 на миде сломать. Вместе с подходящим сюда Джеймой и молчалевым Бэбе. И мне это нравится. ЛМСы пока что доминируют. Я бы даже так сказал в Самсунгах. Ничего я про команду эту сказать не могу. Английские комментаторы вскользь о них упомянули. Сказали, что это очень старый коллектив. Игроки у них постоянно меняются. Так сказать, эта команда является... Как это называется? Конвейером. Вот-вот. Эта команда является конвейером звезд ЛМС региона. Штампуют они их. Но здесь Фофа делает ул-ин в рулера. И это еще один килл? Нет. А не доиграл, мне кажется, Фофа. Вот кажется, реально не доиграл. Судя по тому, что мы с вами видели, он побоялся идти дальше за рулером. У рулера была ульта. Да, это факт. Но на флэше можно было увернуться от этой ульты. И давление можно было оказать. Хороший там вопрос задает. Смысл смотреть, когда нет соперничества. Ничего себе нет соперничества. Топ-1 Корея сейчас проигрывает ЛМС региону. В этой первой встрече. Ловят здесь Морнинга. Он неудачно зашел через Браумовскую ульту. Ой, извините, Рамбловскую. Рамбловскую ульту. Его поймали. И одновременно с этим еще Том Кенч там прилетел за спину. И бедного крокодила сожгли. А потом еще и сожрали. Ну, как в общем-то в жизни и происходит. Сначала разогрели до корочки, до румяны. А потом его съел Том Кенч. И, по-моему, себе этот килл и заработал. Погибает не в очень удачный момент Морнинг. Придется команде GT сейчас дефендиться здесь на меде. Самсунги победят ради интриги. Сейчас сольют. А-а-а. Ты из этих, которые верят в масонов и в инопланетян. Тогда ладно. Но я не из этих. Я верю в то, что есть сейчас на экране. А на экране я вижу, как ничего не могут сделать Самсунги. И теряет опять игрока. Так как Юв поставил пинкварт, был уверен, что делает в хорошем месте рекол. Но на самом деле расслабляться против такой команды, как GT, как оказывается, совершенно нельзя. И она тебя будет наказывать за любую возможность убить. Вот Морнинга, правда, здесь опять ловят. Морнинг немножко тоже так на расслабоне играет. Постоянно идет в агрессию. Пытался вышку защитить на боте, но на него три игрока команды Самсунг сместились. И по вышкам счет становится 2-1 в пользу Самсунг. Но это временно. У нас Бэба вместе с Джейм ломает на меде. Вышку на топе ломает Корки, который играет с телепортом. Это явный 3-1-1 сетап. И, знаете, я плюсик ставлю большой GT-шником за телепорт, взятый Коркачом. Дело в том, что почти все вот смирились с той мыслью, что Корки, Люциан, если вы играете их на меде, это должен быть либо Хила, либо Экзост. Никаких телепортов. Мол, зачем нам эта фигня? Но здесь парень поступил абсолютно правильно. Он купил... Ой, не купил. Взял себе телепорт для того, чтобы не дать Самсунгам играть через комбинацию их сетапа. И по мне парочку процентов можно теперь уже забрать у Самсунгов в лейтгейме. Напоминаю я, что чисто лейтгейма, ярко выраженных чемпионов ни у одной из команд нет. Поэтому будет решать именно тимфайт. И тимфайты у Самсунгов наглого сильнее. Это Рамбл, это Варус, это Ариана и та же самая RX-X. Подкидывание. Все это понятно. Но просто GT не вытут давать этих тимфайтов. Они будут сейчас сплитпушить всю игру так 3-1-1. И попробуй их поймай. Ну, вот Том Кенч пока справляется. Периодически ловит. Ну, два раза смог. А что будет дальше, да? Даже если поймают, а сколько потеряют за это? Тут вопрос такой. 4-2 у нас счет по золоту. Абсолютное равенство. Давайте посмотрим по фарму. Адовая доминация на миде. Но Рик Сайка, да. Забирает свое. Аликс очень много пропустил. Фарма. Ну, Элиза всегда вот на этих ротациях больше теряет, чем Рик Сайка. Тяжело ей фармиться Элизе. Ей нужно кельцы зарабатывать. Лиза у нас купила мерки в этой игре уже. Браун купил ромящие ботинки, что мне не очень нравится по факту. Вот, например, взять того же самого Том Кенча от Корджи Джей. Он понимает прекрасно, что ромящие ботинки на милишных саппортах. Это, ну, так себе затея. Любой спелл в тебя попадает. И ты уже не бегаешь. Вот он, полет снова. Мординг отфлэшивается. Корджи Джей цепляется за него. И это еще один килл на Риник Тони. Хотя Риник дает две Ешки. Корджи Джей не достает до него своей кушкой. Это потерянные ульта Том Кенча. Потерянный флэш Том Кенча. И вопрос, что смогут сейчас делать Джейтишники за это. Проломать мидлейн они смогут. Мидлейн-то был уже... Ну, его уже нет. Здесь, да. Там одну автоатаку надо было нанести. И это получилось. Напоминаю, что Рив Геральтка-то у команды Джейти. Они вполне ей смогут сейчас воспользоваться. Вопрос только, куда они ее отправят. На топ-лейн опасно успеть сместиться команда Самсунг на миде. Они уже стоят. Может быть, даже стоит к Ринику отправить это на топе. Хотя Риник у нее сейчас телепорт. О, извините. На флэша. Самунирспелла. И, о, интересный ход. Будет попытка застелить красный баф. И получается, ребят. Фофа поставил пинкварт. Аккуратненько занял позицию, чтобы обворовывать красный баф. И получилось у него все это. Еще раз напоминаю, что здесь все команды играют. из региона со всеми командами из другого региона. Поэтому, даже если СКТшники одержат 4 своих победы, их регион все равно может проиграть. То есть, не будет такого, что мы победим и автоматически сможем выиграть турнир. Нифига подобного. Структура очень похожа на Европу против Америки. Просто здесь еще 3, получается, региона играет. А не 2 друг против друга. Бой бы хорошую механику показывать. На колесе вот пока мы видим то, что мы видим с вами. Вызывается, да, Ригеральд, как все же снизу. JT это те же Type-A Assassin. Не знал, что они ребрендинг сделали. А, вот нам сделали подсказку. Теперь понятно, почему эту команду назвали старичками. Потому что я JT так по названию-то не помнил. Тоже меня это немного удивляло. Они, видимо, это действительно Type-A Assassin, которые в свое время были чемпионами мира. Ну, понятное дело, это было в свое время. И от того состава ничего уже не осталось. Но традиции остались. И как вот правильно английские комментаторы подметили, они продолжают радовать зрителей. Почему Реник не пошел с Геральдкой, я не совсем сейчас понял. Геральдка была просто отдана зазря. Она умерла ни за что на бутлейне. Вызывать ее нужно было. Понятное дело, Алексу уже время подошло. 4 минуты можно Геральдку держать у себя в кармане. И после этого она тупо пропадает. Говорят, Бэбэ остался из того состава. Бэбэ разве был чемпионом мира? Да? Ну, если был, я говорю, ребят, у меня проблема по Китаю. Я мало его смотрю. И поэтому не могу там разобраться точно, кто есть кто. Ну, говорят, если Бэбэ был чемпион мира, то это получается Type-A из реалии, это его скин, да? Прикольно. Бэбэ, значит, это тот же, это и есть. Чемпион мира сейчас вот в этом матче, ребят, играет. Больше нет других чемпионов мира, но он играет не на своем скинце. Геральдка! Минус здесь у нас Пинк Варды. Амбишн очень сильно по ХП страдает, но его утаскивает отсюда Корджи Джей. Да, он там вроде и сам через Ешку справлялся. Кто следующий играет, подскажите, лень смотреть таблицу. Если я правильно помню, сегодня в основном играют из Кореи и Самсунги. СКТшники играют в самом конце. Из Китая играет ОМГ. И вот ОМГ будет следующий матч свой играть против то ли Аэшкилл, то ли вот еще там какая команда есть из ЛМС региона. Так что сегодня, ребят, в основном будут китайцы с китайцами играть. Ну и немножко вот Самсунгов мы с вами насмотрим. Саро Некро недоволен. Говорит, что всех на втором чемпионате мира надо было дисквалифицировать еще из группы. За что дисквалифицировать? Я что-то не в курсе. Я потому что позже, так сказать, начал заниматься Лигой Легенд, поэтому не знаю, что там на втором чемпионате мира произошло. И именно поэтому я Бэба-то и не запомнил как чемпиона мира, потому что для меня, ну, просто тайпа и ассасины есть и есть. Да, что же там такого было? Расскажи нам тогда всем, поделись информацией, которая у тебя есть, скрытые инсайды, кто кого насиловал и так далее. Эдвард Гейминги, да, еще есть, и у них Клир Лав. Все верно, вот здесь Джей кидает ульту по корже Джейо. Пошла ульта дальше от Бэба. У Бэба большие неприятности, на него переключается Руллер. И Руллер вместе с Рамблом сжигает Каллисту. И дальше Рамбл, прилетевший, еще и дожигает Браума. Усы ему подпалил, 25-ая минута, можно идти теперь на Нашора и вполне спокойно его забирать. Но решает Самсунге продавить объект на Миде. Важная вышка, конечно же. А у меня вопрос к Морнингу, почему он, зная чем занимается его команда, не пошел ей помогать, непонятно. Не получилось продавить вышку, очень быстро Фова через Эрки свои отпушил крипов, постоянно кидая, кстати, крипов не в игроков, а именно в крипов, чтобы точно зачистить вышку и спасти ее. У него это получилось. Алекс тут пострадал, пытаясь выбить вард, но сейчас пойдет снова это делать. А мы посмотрим повтор. Ренник был с телепортом, нажать его была возможность. Но он ее упустил. Амбишн выиграл время, чтобы Алекс и Фова не подошли. Ну и получилось так, что Джей и Беба сражались два в четыре. Опа! Пока мы отвлекались, ребят, Нашора забрала команда... Какая? Подождите. Забрала, по-моему, Джей Ти команда Нашора, пока мы отвлекались. Тут просто по анимации хрен поймешь, кто его забрал. Но и остатки с Нашором игроков пытаются отступить. Да, у Фова есть Нашор, у Алекса тоже есть Нашор, теперь это точно вижу. Корджи Джей пытается разменяться с Фовой. Пока мы смотрели повтор, нам... Не английские комментаторы, они здесь не виноваты. Нам китайские режиссеры решили не показывать, что Джей Ти в наглую пошли делать Нашора. Потеряли на этом они двух игроков, Калисту и Ренниктону. Но это не страшно. Нашора-то все равно забрали. Ну и счет у нас по золоту уходит команде Самсунг, потому что они последнее время забирали себе киллы и забирали вышку на меде. Но при всем при этом сейчас у Джей Ти есть Нашор Пауэр Плей. На трех игроках он все еще висит и теоретически можно продавливать Тир-2, Тир-2, Тир-2 вышки. Ой, а что это за анимация драконов странная? Тут хрен вообще поймешь, что нарисовано. Ну я догадываюсь, что это Маунтайн Дрейк, а вот это вот хрень синяя что такое? Это водяной дракон? Ну водяной скорее всего зеленый был бы, как у Риотов. Так что это видимо волосатый дракон так обозначен. Типа воздушный. Полоски бафов смотри. Ой, ты не поверишь, полоска бафов у меня еще хуже видна, чем здесь анимация. У меня же чатик еще открыт, а чатик как раз полоску бафов накрывает. Поэтому я даже не вижу, вот сколько у Корки ракет там 10 было вроде бы нарисовано. Волосатый, да, все же? Ну тут просто такие картинки, вообще черт поймешь, что там написано. Ну давайте смотреть, какая тут войнушка пойдет. Алекс кидал странный какун, рулер вообще стоял в другом месте. Это была попытка поймать его на флэше, или он другого игрока какого-то хотел зацепить. Шерстяной дракон. Что за шерстяной дракон? Это волосатый, типа шерстяной дракон. Неплохо-неплохо продвинули мы дальше название Дрейка. Там же написано название Дрейков. Где написано название Дрейков? То, что сейчас будет Клауд, я вижу. Я имею в виду вот сверху под надписью JT у них есть два дракона. Что это за драконы? Я догадываюсь, что это Маунтайн, и догадываюсь, что это скорее всего Клауд. Просто по цвету. Но то, что там нарисовано, плохо видно, и одновременно с этим, это не то, что нарисовано у Риотов. А то, что написано, что будет следующий Клауд, это да. Сейчас мы, кстати, и поймем, был ли Клауд у JT и до этого. Самсунги забирают себе этого дракона, хотя вроде на шор есть у команды JT. Как-то, мне кажется, неуверенно начали себя чувствовать в мидгейме команда JT. Вот в этой стадии, где у них пауэрспаки появились, они ими не пользуются. Ну, на шор разобрали, молодцы. Так они просто отдают объект за объектом. И... То ли не могут достаточно наполкать. Да, видите, у Самсунгов тоже синяя хрень какая-то появилась. Это точно теперь мы знаем, что волосатый дракон. Ну, хорошо. По драконам счет у нас становится почти 1 на 1, потому что маунтайм в тимфайтах ничего не дает. Ротация никак не помогает проводить. Переживать тимфайты тоже не помогает. Это чисто на убийство, на шора и вышек работает. Шерстяной дракон, это увеличивает регенерацию шерсти на 25%. Нет, это не годится, шерстяной дракон. А где территориально играет? Играет в Тайване. Город не смогу назвать. Там что-то с Ким Чен Иром было связано. И Им Чен Ир как-то так называется. Город, я же не шучу, ребят. Город именно так примерно называется. Им Чен Ир или как-то что-то похожее. Потому что я еще так про себя подумал, прям как Ким Чен Ир. Так что дело происходит на нейтральной территории. Ну, как нейтральной территории. Территория ЛМС региона. Теоретическая. Но это не Китай и не Корея. 4-7. Мне кажется, джейтишники не поняли, что им нужно продолжать безостановочно делать 3-1-1. Уж они постоянно Кракача отправляют назад, хотя у него есть телепорт. И он мог сейчас спокойно, допустим, идти по топ-лейну. Рейниктону нужна была. Вот пару раз помощь. Элиска могла как-нибудь к нему сместиться на бот-лейн. Помочь убить Рамбла. Кьюф тем более не такой уж и бессмертный с его предметами. Да, у него есть Жоня. Но за счет Элиза магического урона можно было убивать Рамбла. Но здесь немножко недоигрывают джейтишники. Чувствуется, что вот сейчас они проседают. Но радует, что они могут играть в early game. Что они могут чизить. И что у них все может работать. Все есть в описании стрима. Дима Путихонин. Да, все есть в описании стрима. Можешь посмотреть. У нас здесь Кьюф смещается с бот-лейна на мид-лейн. Потому что Самсунги прекрасно понимают, что у них этот сетап на 5 чемпионов. Они хотят в пятером проводить битву. И хотят где-то здесь организовать сражение. И джейтишникам надо Рейнику срочно отправляться на бот-лейн. Каркачу срочно отправляться на топ. Потому что когда вот эти вот два вейва, вы можете видеть топ-лейн и бот-лейн, пушатся в вашу сторону. Вы вынуждены будете пойти на защиту, следовательно, мид-лейна. И там-то вас заставят 5 на 5 сражаться. Это невыгодно для команды Джейти. Ну, вот сейчас они попытаются, может быть, Рамбла поймать. Нет, Рамбла просто нажимает рекол и уходит в сторону. Ничего он не боится. Ну, точнее, наоборот, он как раз-таки боится, получается, раз улетает. Но он не боится, что его поймают. Он улетает заранее. Ну, что ж, наш вор уже почти апнулся. Следующий дрейк у нас будет Оушен. Мы заодно увидим, какая картинка будет на Оушена, если его возьмут. И напоминаю, что в перерыве мы пойдем-пройдем по ссылочке. Там на другом стриме посмотрим. Там должно быть... Картинка должна быть другой. Но не будет английских комментаторов за спиной, что немножко плохо. То, что я не смогу какую-то статистику вам говорить. Но вот судя по тому, что я подслушиваю периодически, они вообще ничего полезного не говорят. Они комментируют тоже просто игру. Никаких чемпионов не обсуждают. Ну, только на банах-пиках они могут подсказки мне давать. Если они знают... Ну, они точно знают. По своему региону-то они спецы. Там каждый из них по своему региону спец. Смогут как раз рассказать, какой игрок кого играет. А я вот только по Корее смогу вам какие-то подсказки давать. А по остальным регионам... Ну, так. Так. Чуть-чуть ориентируюсь, но... Очень плохо. Даже не знал, что Бэби чемпион мира. А чемпион мира делает инициацию в рулера. Ловит рулера. Слушайте, его можно здесь убить. Корджи Джей. Успеет ли проглотить? Не проглатывает, ребят. И Амбишен остается один-оденешенько. Ему придется давать ульту, чтобы хоть как-то избежать временного урона по себе входящему. Но это смерть Амбишена перед Нашором. А знаете, что это значит? Правильно, ребят. За Нашора воевать теперь с Самсунгом будет крайне тяжело. Еще и Рамбл потерял свою ульту. Варус потерял свою ульту. И даже Корджи Джей без флэша остался. Пошли Джишники сразу делать Нашора. Но, по-моему, это было слишком рискованно. Это был байт, ребят, чтобы поймать Варуса. Минус Варус, после чего переключается на Крауна. Морнинг разворачивается, потому что понимает, что если он будет продолжать так бежать за Крауном, его тупо уничтожат. Можно оставить одного корки на Паук, а самим пойти делать Нашора. Морнинга, к сожалению, нет телепорта, чтобы вернуться сюда. И, знаете, мне не нравятся спящие Самсунги. Мне нравится, как играет команда Джей Ти. Джей Ти играет резко, молодежно и успешно. А вот Самсунги, ну, просто сделали свой сетап. Молодцы, конечно же, но показать его пока никак не смогли. Включает два стрима сразу. Он там будет, как это называется, дилей по времени. Какофония будет там происходить. Не надо так делать. Браун, да тут не только Браун, и Бэбби очень хорошо отыграл. Вообще, ЛМС Регион славится своими адекерии. Знаете, кто-то скажет, ой, УЗИ есть, ой, Пиглет в свое время был, а сейчас тут Реклесс. Эти ребята мизинцы не стоят перед адешниками из ЛМС Региона. В ЛМС Регионе, по мне, самые крутые адекерии на планете. Дело связано с тем, что у них тупо нету топ-лейнеров, чаще всего, хороших. И нет медлейнеров, чаще, тоже, хороших. А медлейнеры у них средниковые такие. Вот и получается, что этому региону надо как-то выкручиваться, чтобы держать марку. И выкручиваются они обычно за счет своего ботлейна. Почти все сетапы они выстраивают вокруг своего ботлейна. И в этой игре, учитывая, что они играют 3-1-1, 3-1-1, чаще всего сетап играется. Либо, ну, до конца сплит-пуш. Ну, так как здесь только корки может до конца сплит-пуш делать. Вряд ли это до конца сплит-пуш сетап. Либо это было все настроено в игру Бэба. У каждого региона есть свои таланты. Полностью согласен. Если Корея славится своими медлейнерами и джанглерами, Китай славится своей логикой. То есть они почти всегда играют какую-то странную мету, ни для кого не понятную. Но эта мета реально работает. И по сути все, что корейцы, ой, извините, китайцы придумывают, потом перенимают корейцы, а потом и весь мир. Американцы славятся не конкретно какими-то игроками, хотя они там тоже у них есть. Они славятся чизами. То есть они любят как-то обманывать оппонентов. Где-то какие-то ловушки устраивать. А европейцы славятся как раз хорошими топ-лейнерами. Очень часто очень хорошие топ-лейнеры у Европы есть. Ну вот нынешний сплит немножко нас разочаровывает, потому что Европа зачастую начала покупать нам огромное количество азиатов, пошла по системе американцев. И сейчас тяжело найти уже у них там. А чем славится ЛЦЛ? Тем, что они едут на чемпионаты, где участвуют 4 команды. И главный тренер их говорит, что мы едем занимать 3-4 место. Это прославило команду и регион очень сильно. Это был международный турнир, MSI. По сути, первый турнир после чемпионата мира. Такого масштаба, крутого. А главный тренер приезжает и говорит, мы приехали занимать 3-4 место из 4 команд. Прославил, прославил регион. Спасибо ему. Кроме благодарности, я ему ничего больше дать не могу. Надеюсь, Virtus.pro займет последнее место в этом сплите. Ну, за такие слова просто. Просто за такие слова. Ну что ж, поехали. У нас на шорба все еще у команды GT есть. Они смогли допушить несколько линий одновременно. И сейчас сместились на топ. Но напоминаю, что у Samsung все еще очень сильный тимфайт. И они вполне могут провести здесь сейчас битву. Пока просто идет паук от Кракача. Ушел в ББ в бок вместе с GM. Ну и отошли GT-шники. Не хотят они рисковать. Хотят просто забрать вышки. Но это опасно. Но я по поводу того, что... Ох, как больно. Фова. Напоминаю, что Ариана как бы... Последний предмет осталось ей собрать. Это уже лейтгейм начался. 35-ая минута средняя примерно. Одновременно, когда начинается лейтгейм. Лейтгейм, я напоминаю, это... Когда 6 предметов собираются. То есть 6 предмет, когда начинает собираться у каждого из игроков. Это начинается уже поздняя стадия игры. Где, в общем-то, уже почти не влияет преимущество по золоту. Ну, здесь его и нету в этой игре. Влияют только дополнительные какие-то драконы на урон. Драконы-бегуны. Клауды, конечно же, очень сильно влияют. Потому что вы ротации делаете быстро и по карте. По сути, у вас у каждого есть дополнительные ботинки в слоте. Ну, и инферналы, в первую очередь. Маунтайны тоже влияют. Но уже никак не влияют Оушен Дрейки. Именно за Оушен Дрейком пошли Самсунги. Он никак не влияет, потому что битва происходит очень быстро. И ты не можешь здесь покайтить, отойти в сторону, где-то начать хиляться. Такого момента практически у вас не будет. Поэтому Оушен вообще никакого отношения уже дальше к нему не имеет. Пойду за бухлишком на следующий матч. Давай. Самая долгая игра Virtus.am принадлежит в этом сплите. 60 минут плюс. Ну, а видишь, запоминаются? Каждый день запоминаются с чем-то. Так, за водяного нам дали просто зеленую монетку дали Самсунгам. Я вообще не понимаю, что там нарисовано. Но это, походу, зеленый как раз Оушен Дрейк и нарисован. Просто он так странно нарисован, что... А, я понял. Если, кстати, приблизиться... Ребят, ребят, если приблизиться... Оушен же на осаде нормально, не так ли? Смотри, какая схема у Оушен Дрейка. Оушен Дрейк позволяет тебе регенерировать ХП и ману. Если ты не был в битве в последние 10 секунд. Любой твой нанесенный урон, когда ты наносишь урон по оппоненту, считается, что ты вступил в битву. Не надо оппоненту по тебе наносить урон. Тебе надо по нему нанести. Это считается, что ты вступил в битву. Поэтому для осады он неплох, но не идеален. То есть, подождите, у меня есть корки лоя, там он прожимает QSS, остается в живых. А где же Ренниктон? Ренниктон долго сюда смещается. А мне кажется, сейчас можно было поймать Самсунгов на том, как они неудачно объединились и готовы были делать инициацию. Но Фова своим QSS снял эту ульту Варус и остался в живых. Пошла инициация от команды JT. Ловят они Кюва, но это была только лишь такая мелкая попытка. Не попал Браун своим станом. Решили они тогда, даже попав кушкой в Кюва, не продолжать за ним гоняться. Ну и правильно сделали. Это Клауда Дрейка. Ну, так и у Клауда Дрейка точно такая же механика вне битвы, как и Оушен. Но у них те же самые показатели, кто не в курсе. По поводу, ну, вне битвы, когда вы оказываетесь в течение 10 секунд, вы получаете ускорение. Ну, то есть, если последняя битва была 10 секунд назад. Но просто Клауд Дрейка ты можешь использовать до битвы хоть как-то? Ты можешь хорошую позицию занять за счет него. А этого ты тупо не можешь. Говорят, там Банша была, а он не попал. А, да, там Банша была. Он кушка-то попал, а Банша не прокнула пассивку. Да, да, да. Согласен, согласен. У Кюва квест. Что за квест у Кюва? Рассказывай. 400 фарма сделает? Ты про это? Ну, 400 фарма его уже союзники все сделали. А Кюв у нас выровнялся по фарму с Ринектоном. И сейчас любая битва может закончиться победой любой из команд. Но я бы отдал предпочтение именно в симфайте команде Samsung. Просто из-за того, что у них лучше сам все сетап. Но Бэбэ, ребят, с QSS. Бэбэ с Ботарком. Правда, Ботарк сейчас на КД. И Бэбэ самое главное еще и с Кэкс Дринкером. Самсунги расплечиваются, чтобы дать инициацию сразу по нескольким игрокам. Но то же самое делают и JT-шники. Так сказать, фронт этой битвы они раздвигают. На шор у нас апнутые. Очень сильно наполкались, как мне кажется, JT-шники. Неудачно они отыгрывают. Ариана больше их полкает. И пытаются они просто отпушивать крипов. И, если что, начать пушить уже ингибитор. Но Самсунги повторяют то же самое, что и они. Очистили крипов и пошли в сторону на шора. Синий тринкет был поставлен. И на шора начали делать Самсунги. Но тут же развернуться. Аккуратничают JT-шники. Алекс очень много хп потерял на ровном месте. И из-за того, что Элиза сейчас такая битва, нельзя организовывать битву. Ну, никак. Элиза иначе просто в начале битвы сразу погибнет. Ну, кто ж переполкает кого, как говорится. Да? Ну, хороший врыв был от Рейника. Я думал, он может быть даже сейчас флэш снимет с рулера. Но рулер не испугался. Руллер дожидался, пока в него пропишут стан. А там уже Курджи Джей его прикроет, если что. Снова вернулись на нашора Самсунги. Но делать его не будут. Это всего лишь блеф. Блеф с их стороны. Ну, а главное, что хотят сделать сейчас JT, это протащить крипов по миду дальше. Но не получается им пройти. Постоянно их отпушивают Самсунги. Большие паки мопцов пушатся в сторону JT-шников. Но возвращаться туда они отправили Рейника, у которого есть телепорт. Так что никаких проблем не будет. Он быстро с этим справится. Правда, они еще и Лизу под шумок отправили. А вот и Лизу отправлять нельзя было. На нашора пошла команда Самсунг. И JT отдадут его. Рамбл там дал ульту. Правда, не видим мы куда. Но, видимо, было в куда попадать. Дается ульта. Джей оцепляет. Он только одного игрока. Фофа потратил QSS. Но я не совсем понял, зачем. Но не достали JT-шники ни до кого. У нас там следующий Элдер Дрейк будет, да? Я так понимаю. 30 секунд до его появления. Так как с нашором команда Самсунг. Все может очень плохо сейчас кончится для команды JT. И они тупо лейт. Не смогли нормально заполкать. Мне кажется, не доигрывал здесь Фова немножко. Он был основным полкером команды. И, конечно же, не доигрывал Алекс, который потерял хп просто на ровных местах. Что у нас по предметам получается Ариана? Последний предмет будет у нее. Не Жоня, а... Ой, Бэба! Ловит здесь Бэба рулер. И много урон наносит. Бэба может умереть. Он остается чудом в живых. Точно так же чудом в живых остается и Фова. Пытается он увернуться от амбишена ульты. И тот, кстати, кушкой в него не попал. Подошли они просто к Варусу. Оба и Варус двух автоатак. Двух игроков чуть было не отправил домой. Самсунги решили не идти на Элдер Дрейка, а просто пропушить мидлейнер. Ну, раз такое преимущество заполучили. И правильно это сделали. Нет, драконы трех видов быть могут. Четырех видов не могут быть драконы. Кто не в курсе, ребят, есть такое правило риутами введенное. Четырех видов драконы не могут вам попасться в одной игре. Только три вида. Так что в этой игре... Дрейки вот... Без инферналов нам получилось поиграть. Ну что, будет у нас врыв от Джей Ти? Или они будут дожидаться? Они ждут Паука. Хорошо вернулись от Варуса ульты. Банши, конечно, работают. Но, знаете, мне кажется, очень сильно не доигрывает Фова. Он старается. Бэба делает прыжки. Морнинг делает врыв. И на своих ешках уходит. Рулера пытается поддамажить. Но снимает только лишь маленький щиток. Не доигрывает. Не доигрывает явно Фова. Побаивается. Он только ракетами стреляет. Мне кажется, может гораздо ближе подходить и постреливаться. Минус дракона этого будут делать. У нас подходит Алекс. Алекс готов играть с Майт Войну. Подпрыгивает. Будет ли он приземляться? Приземляется он зачем-то к своей команде. А мог просто забрать этого дракона. И теперь они еще и проиграют игру. Нет, они рулеры смогли отзонить. Не попал там ультой Краун. И по мне, когда он не попал ультой Краун, можно было спокойно проводить дальше битву. Но испугались Джей Тишники. И самое главное, испугалась Элиза забирать этого дракона себе. Ну а когда они Дрейка потеряли, повезло, что Варус попал в замедление и не смог достать ультой ни до кого из команды Джей Ти. Если бы хоть кого-то срутил своей ультой, он ее просто не кинул. Теоретически, рулер там мог сделать флеш ульт. В этот момент Краун Джей мог флешнуться за ним и проглотить его назад. А инициация была бы проведена. Ну, по-моему, все. Они проиграли. По-моему, ну, Джей Тишники проиграли. Ребята, я просто вижу, они не знают, как им отыгрывать этот сетап. Дальше. Я намекал вам, что это будет 3-1-1, но они 3-1-1 забили на это где-то с 30-й минуты. Ходят теперь только вместе. А сейчас уже такая стадия, где, ну, вместе действительно надо ходить. И единственный момент, где вы можете где-то урвать какой-то себе плюс, это за счет какой-то классного телепорта за спину. Но теперь у них нет еще ингибитора на меде, да и против Дрейков сражаться тяжеловато. Попахивает ГГшка ребят, но, скажем прямо, Джей Тишники сражались достойно, но неудачно. Ловит здесь, кстати говоря, а не Рик Сайку, поддамаживает ее. Рей дает подкидывание раз, дает подкидывание два, ставит щиток. Бэбе пытается поддамажить, но Корджи Джей проглатывает Браума. И без Браума теперь нет у команды Джей Ти никакого танка. Ну, наверное, зря это было все сделано. Фуфа поддамаживает, но урона у него вообще нет никакого. Да и ракеты, вот посмотрите, он вообще их не попадает. Вот первая ракета, к которой он попал, и Рулли сразу потерял 1 треть хп. Он вот опять не попал ракетой. Я, конечно, не эксперт, но ракетами надо попадать. Это та же самая ульта, как и у всех остальных чемпионов. Понимаете? Откат только у нее быстрее, потому что урон у нее снижен, нежели у других. То есть это как Диана, представьте, вот чемпиона Диана, у нее 20 секунд откатывается ульта, и она не будет улететь вообще в играх. То есть зачем прыгать, буду только кушкой фармиться. Кидать только кушку в оппонентов, сражаться в тимфайтах только автоатаками и кушками. Ну это ж смех. А вот этот Корки именно так играет. У него все ракеты летят в крипов. Если на меде тогда было это сделано специально, он отпушивал крипов, то сейчас-то какого хрена ты это продолжаешь делать? Ну ладно. Минус Фова нет, и он остается в живых. Пошел контр-вырв от команды Джей Ти, но не хватит. Бэба пытается попрыгать, но, как я и говорил, без Браума урона, танковости ему не будет хватать. Браум появился, но в самый последний момент не успел он поставить на него щиток. У нас Фова цепляется за Рик Сайку, поддамаживает ее. Да и билд Фова, ребят, это не тот билд, который должен быть на Корки. Я про билд Корки вам уже много говорил и буду продолжать говорить. В этой игре обязательно должен был быть Войт Став. Его мы с вами не увидели. Корки у нас попытался сделать прыжочек. Не задел никого, зачистил крипов. Минус 3 ингибитера. Самсунги просто продолжают делать осаду. И видно, что они знают, как их чемпионы работают. Ну, это реально правда. Вау, ракета прилетела. Смотрите, она, оказывается, наносит урон. Хм. Неужели это так работает? Да, это так работает, ребят. Если ты попадаешь в игроков, то ты минус 1 треть наносишь минус 3 игрокам, по сути, сразу. Морнинг нажимает ульту, остается в живых. Его чуть было Варус соло не раздолбал. Не смог Ренинг добраться до Варуса. Попытался, но Ботарк его замедлили. Так вот, по поводу Корки. Он в этой игре собрал 2 защитных предмета. Корки обычно выбирает один из защитных только предметов. Либо QSS, либо Хекс Дринкер. Он же, своих Хекс Дринкер, превратил в Маламортиус. Должен его сейчас тупо продавать и покупать Войт Став, чтобы наносить урон. И, честно, я бы даже уже QSS продал, либо Ботинки тогда продал и купил Ботарк. Потому что очевидно, что ты постоянно сражаешься против Корджи Джея и Амбишн, но у тебя не хватает урона по остальным. Но Корки остается при своем билде и ничего не меняет. Да, Браун-то впитывает урона очень много. А толку от этого, если в этот момент его команда не наносит урон? Самсунги пошли на третьего на Шору уже в этой игре. Забирают его себе в карман. Вчера интересная, кстати, статистика. Я стрим-то выключил. А Америка с Европой там еще аналитики продолжали вякать. И навякали они на то, у кого какая статистика была по этому первому дню. И любопытно было, что европейцы забрали 6 драконов за игру. За 6 игр, ребят. 6 драконов за 6 игр. Но вот в чем смех. В том, что против команды Cloud9 европейцы забрали 5 драконов. Понимаете, что в оставшихся 5 играх европейцы забрали всего лишь одного дракона. Настолько плохо они работали по дракам. Плохая ульта от Рамбла. Кстати, можно сейчас повоевать. Джей дает подкидывание. И Анджея надо спасать и давать снова подкидывание. Корке надо наносить урон. Но он чего-то побаивает. Ариан дает ульту, но не попадает ей. Отфлешивается. Бэба единственный, кто, по-моему, наносит урон. И делает все же килл на Рексаке. Переключается на рулера, пытается его убить. Но его проглатывает. И, ребят, проигрывает команда JT. Я не хочу все сваливать на одного Фова. Не хочу сваливать на один его билд. Но их сетап был явно слабее. И когда ваш сетап явно слабее в 5 на 5, вам нельзя совершать ошибки не стратегические, не механические, ни в коем случае, в том числе и по сборокам. А здесь ошибки были стратегические. Они перестали пытаться делать 3-1-1 пуш, потому что Реника там пару раз поймали. Да забейте на это. Продолжайте этим заниматься. Пусть мучается этот Том Кенч, летает, пытаются они убить этого Рениктона, если получится. Без QSS Корки будет дохнуть первым. Ну, может быть. Ну, один из дефенсных предметов я сказал. Сохранить-то можно. Но без Войтстафа это не Корки вообще. Ну, ладно. Так. 1-0. Скинули нам ссылку на YouTube какой-то, где качество, я так понял, лучше идет. Здесь действительно есть 1080. Сейчас перемотаем на то, что было. Да, здесь чуть-чуть получше картинка. Это Горена Е-спорт. Я подпишусь на этот канал, чтобы была у меня такая возможность. И мы увидим с вами, что... А где лайв? Почему нет лайв-кнопки? Ладно, я сам перемотаюсь. Большое спасибо за донатик. Английских комментаторов я, с вашего позволения... Антиферик поддержал на 50. Антиферик поддержал ваш канал на 50 рублей. Спасибо. Спасибо, Антиферик. Так вот, я, с вашего позволения, английских комментаторов отключаю. Спасибо за еще один донат. Будем смотреть отсюда. Здесь будут китайские комментаторы. Антиферик поддержал нас-то. Спасибо за стримы. Еще Антиферик и нас-то поддержал. Спасибо тебе. Так вот, будем отсюда мы смотреть. Или... Что-то я не понял. Они трансляцию выключили? Что за херня? Зачем они трансляцию выключили? Только что. Нас поимели, ребят. Они только что выключили трансляцию. Типа, вот первая игра, все этого хватит вам. Ну, я не шучу. Серьезно. Трансляция была выключена. Вот, как бы, матч закончился и все. А я только закрыл. Только закрыл ссылку. Ладно, в любом случае, мы идем на перерыв. Во время этого перерыва я попытаюсь найти нормальную трансляцию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...